МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летающая боевая машина пехоты. Таким виделся Михаилу Милю этот вертолет. Практика 30-летней эксплуатации в частях подтвердила правильность выбранного авиаконструктором пути. Винтокрылый штурмовик Ми-24 в фильме «Оружие». Впервые Ми-24 над полем боя появился в начале 1978 года в ходе Эфиопо-Сомалийской войны. Пилотируемые кубинскими летчиками, 24-ки наносили удары по бронетанковой технике и артиллерийским позициям сомалийцев. После изгнания сомалийцев в Эфиопии началась затяжная гражданская война, в ходе которой правительственные войска задействовали более 40 Ми-24А. Они использовались в качестве вертолетов огневой подвески. При этом главным оружием являлись неуправляемые ракеты. Потерь в воздухе не было. Ми-24А. Транспортно-боевой вертолет. Название по классификации НАТО «Хайнд». Максимальная взлетная масса — 11 тонн. Длина 21,5 метра. Высота 5,5 метров. Диаметр главного винта — 17,3 метра. Силовая установка. Два турбовальных двигателя мощностью по 2200 лошадиных сил. Максимальная скорость — 320 км в час. Практическая дальность — 450 км. Динамический потолок — 4500 метров. Экипаж — 2 человека. Полезная нагрузка — 8 солдат или 1500 кг груза в кабине. Боевая нагрузка — 1000 кг на 4 узлах подвески. Вооружение. Крупнокалиберный пулемет, противотанковые управляемые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты. С весны 1980 года поджарые пятнистые силуэты Ми-24 все чаще стали появляться в афганском небе, вскоре став настоящим символом этой войны. Атаки 24-к, летавших ближе, ниже и медленнее всех, приносили значительно больший результат, чем удары сверхзвуковых истребителей и бомбардировщиков, мгновенно проносившихся на целью и без особого уважения прозванных «свистками». Важнейшими задачами вертолетчиков являлись также высадки десантов, которые проводились вблизи кишлаков, дорог и в узловых пунктах противника. 24-ком в этих операциях отводилась роль тарана, бомбами и ракетами, расчищавшего путь транспортным машинам. При выполнении заданий по огневой поддержке войск вертолетчики работали минимум парой, страхуя друг друга на случай вынужденной посадки. Основной же тактической единицей стали одно или два звена по четыре машины. Эффективность их работы была такова, что маджахеды прозвали грозный советский вертолет «Шайтан Арба» — дьявольская повозка. Опыт боевого применения «24-ки» в условиях огневого воздействия со стороны противника показал, что машина нуждается в доработках и в первую очередь требовалось повысить живучесть. Для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов были установлены экранно-выхлопные устройства на двигателе, устройства создания помех, кассеты с инфракрасными ловушками, станции оптико-электронного противодействия. Для защиты от стрелкового оружия было усилено бронирование вертолетов, в том числе жизненно важных узлов и агрегатов, а также топливных баков. Новое пилотажно-навигационное оборудование позволило выполнять полеты по приборам днем, ночью и в сложных метеоусловиях. С 1981 года в Афганистан начали поступать Ми-24В, оснащенные новыми высотными двигателями, которые имели значительно большую мощность в условиях жаркого высокогорья. Ми-24В. Транспортно-боевой вертолет. Название по классификации НАТО – «Хайми». Максимальная взлетная масса – 11,5 тонн. Длина – 21,5 метра. Высота – 5,5 метра. Диаметр главного винта – 17,3 метра. Силовая установка – два турбовальных двигателя мощностью по 2225 лошадиных сил. Максимальная скорость – 320 км в час. Практическая дальность – 595 км. Динамический потолок – 4,5 тысячи метров. Экипаж – 3 человека. Штурман, оператор и пилот в индивидуальных кабинах. Бортмеханик в грузовом отсеке. Полезная нагрузка – 8 солдат или 1500 кг груза в кабине. Боевая нагрузка – 2400 кг на 6 узлах подвески. Вооружение – 4-ствольный крупнокалиберный пулемет, управляемые ракеты, неуправляемые авиационные ракеты, кассетные боеприпасы, зажигательные баки. Огневая мощь «Крокодила» повысилась благодаря установке специальных универсальных вертолетных гондол с пулеметным и гранатометным вооружением, а также контейнеров со скоростными пушками. Вертолет получил блоки неуправляемых ракет большего калибра, ракеты класса «Воздух-воздух», кассетные, зажигательные боеприпасы и авиабомбы различного калибра. Потом жизнь доказала, что по характеристикам боевой живучести, огневой мощи, действительно этот вертолет – самый лучший в мире. О чем писали, значит, и вся иностранная пресса, писала, что в течение 15 лет, до появления боевого вертолета «Апач», который специально создавался в противовес вертолету Ми-24, он был самым лучшим боевым вертолетом в мире. В ходе Ирано-Иракской войны 1980-88 годов вертолеты Ми-24 «Иракцев» неоднократно вступали в схватки с американскими «Си-Кобра», которые состояли на вооружении ВВС Ирана. Из всех боев Ми-24 вышли победителями. Также, по утверждениям иракской стороны, во время одного из боестолкновений Ми-24 сбил иранский сверхзвуковой реактивный истребитель F-4 «Фантом». Серийные вертолеты Ми-24 выпускались в трех основных вариантах. В боевом – для борьбы с танками и другими бронеобъектами, огневой поддержки пехоты, нанесения ракетно-бомбовых ударов по точечным целям и опорным пунктам, уничтожения десантов противника. В транспортном – для высадки тактических десантов и разведывательно-диверсионных групп, перевозки войск и грузов, снабжение передовых частей. В санитарном – для эвакуации с поля боя раненых и больных. То есть есть машины, которые исполняют ряд задач, которые делают Ми-24, типа вертолета «Блэк Хок». Но эта машина, в общем-то, хоть и считается военно-транспортной, так же, как вертолёт Ми-8, тем не менее она не в достаточной степени защищена от воздействия тем того же стрелкового оружия. Есть вертолёт, к примеру, «Хью Кобру» у американцев, который, в принципе, боевой, атакующий вертолёт, без кабины для перевозки каких-то грузов или личного состава. Прямого аналога вертолёта Ми-24 за рубежом нет. Но вот составные части вертолёта Ми-24, так сказать, там реализованы в разных кем. Помимо основных модификаций, запущенных в крупносерийное производство, на базе Ми-24 были разработаны и специальные машины. В войска было поставлено несколько сотен вертолётов радиационной, химической и биологической разведки, машин для ведения разведки над полем боя, корректировки огня, ствольной и ракетной артиллерии, созданных на базе Ми-24. По сей день, кстати, это не только наша оценка, это оценка и зарубежных различных фирм, в том числе и американских вертолётов, Ми-24 является боевой единицей, достаточно высоко защищённой, с очень хорошей боевой живучестью. Ну и поэтому он востребован, востребован, так сказать, как в нашей армии, так и за рубежом. Если посмотреть, скажем так, интенсивность использования в боевых конфликтах машин военных, тех же Ми-24, то мы видим, что, в принципе, вся Африка воюет именно Ми-24, не «Кобрами», никакими другими машинами, именно Ми-24. Машина с богатой историей, созданная более 30 лет тому назад, сегодня остаётся основным боевым вертолётом во всех локальных конфликтах. Ми-24 и сегодня стоит на вооружении армии многих стран мира. Модернизация боевых машин направлена на продление срока их эксплуатации, повышение боевой эффективности и живучести, улучшение лётно-технических характеристик. На базе Ми-24 созданы две версии машин модернизированных. Одна из них принята на вооружение, сейчас модернизируется парк машин армейской авиации России. Это машина Ми-24ПН. Второй вариант Ми-24М, или экспортное обозначение Ми-35М, это создана машина для ино-заказчика. Сегодня Рост Вертол, одно из наших сильных предприятий, выполняет очень серьёзный контракт на поставку первой партии техмашин в Венесуэл. Большое внимание уделяется проблеме использования на Ми-24 вооружения, оборудования и агрегатов боевого вертолёта нового поколения Ми-28. Очередная модификация 24-ки будет оснащена более совершенными высотными двигателями, новой несущей системой и рулевым винтом, дополнительными средствами снижения заметности и повышения живучести, современным пилотажно-навигационным оборудованием и вооружением. Модернизированные 24-ки по-прежнему находятся в боевом строю. И в 21 веке эти вертолёты – основа атакующей силы армейской авиации. Рассказ о других выдающихся машинах марки Ми в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова